В Саратов сегодня привезли первую партию российской вакцины от коронавируса. 42 упаковки препарата для профилактики COVID-19 доставили в наш город самолетом. Спутник 5 поступил на хранение в областной аптечный склад. Первую партию называют тестовой. Отсюда и небольшое число упаковок. Такие же отправлены и в другие регионы. Требования к транспортировке очень жесткие. Хранение очень непростое. И сама процедура вакцинации требует действительно серьезных навыков и умений. Поэтому сейчас мы проверим на этой малой партии, как выстроена сама процедура доставки и хранения этой вакцины. А в дальнейшем уже поступит более серьезное количество доз. Транспортировка данной вакцины осуществляется при минус 18 градусах, не выше. Соответственно, транспортировка ее в специальных термоконтейнерах происходит. Данные термоконтейнера перед отправкой охлаждаются. Закладываются хладоэлементы, которые замораживаются до минус 25. Также вкладывается в каждый термоконтейнер термоиндикатор, который постоянно считывается с него температура, которая находится в данном термоконтейнере. Путь препарата строго отслеживается. Каждую упаковку сканируют, информация поступает производителю. В размороженном виде вакцина живет крайне мало. Повторная заморозка невозможна. Есть и другие ограничения, в частности, по здоровью и возрасту. Как у любого иммунобиологического препарата, есть противопоказания. Одним из главных противопоказаний является непереносимость отдельных компонентов вакцины, острая аллергическая реакция, беременность, возраст до 18 лет. Нерекомендована вакцина также людям, которые страдают хроническими заболеваниями печени, почек, с сахарным диабетом. Но при этом очень важно понимать, что назначение вакцинации к вакцинации производится строго индивидуально. То есть только после осмотра врача, желательно врача-иммунолога, делаются рекомендации и под контролем специалиста проводится вакцинация. Возраст на сегодняшний день вакцины, по крайней мере, как позиционируют разработчики, тоже регламентирован от 18 до 60 лет. Первыми испытать на себе действия вакцины смогут люди из групп риска. Традиционно группа риска – это медицинские работники, учителя. Министерством здравоохранения Российской Федерации рекомендовано в дальнейшем использование вакцины для работников торговли, общественного питания, призывников, студентов. Но это будет чуть позже. Сейчас вакцина поступила в гражданский оборот. Это тестовый режим. Что касается массовой иммунизации, массовой вакцинации в Российской Федерации, то она планируется на декабрь 2020-го, январь 2021-го года. Контроль за тем, чтобы вакцина в первую очередь досталась тем, кому и было обещано, возьмет на себя общественность. Саратовцев также предостерегли от действий мошенников. У нас, как всегда, что-то новое появляется. Соответственно, начинают сразу появляться у нас разные люди, которые начинают что-то предлагать. Так хотел бы уберечь вас от того, чтобы этого не делали, во-первых, в первую очередь. И то, что это поступает централизованно, и никаких каких-то левых партий этого не должно быть. Продолжение следует...